Здравствуйте! В эфире НТС новости в студии Манас Аджигитов. Гражданские активисты намерены требовать отставки правительства, если оно не отзовет скандальные поправки Водный кодекс. Речь, напомним, идет о законопроекте, который позволит дробить и по частям перемещать два ледника на руднике Кумтор. Активисты, экологи, ученые выступают против. Они считают, что это равносильно их уничтожению. Сегодня попытка обсудить вопрос за круглым столом между сторонами закончилась перепалкой. Вице-премьер Душенбек Зилалиев предложил всем желающим поехать на рудник и самим убедиться в том, что от ледников Давыдова и Лысы и так ничего не осталось, якобы растаяли. Более того, чиновник заявил, что Кабмин не будет отзывать свои поправки. В ответ активисты заявили, что начнут бессрочные акции протеста с требованием отставки правительства. Между тем, смена главы правительства может случиться. И без всякой отставки информацию об этом стали активно обсуждать Джавур Кукинеши. По некоторым данным, законодатели недовольны работой Сапара Исакова. И уже вскоре на посту главы правительства его может сменить нынешний лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов. Официально социал-демократы возможное назначение Омуркулова не подтверждают. Однако то, что перестановки правительстви грядут и довольно серьезные, это факт. Эксперты не исключают, что серьезные изменения в кабинете министров начнутся весной. Подробности в нашем следующем сюжете. Кулуары парламента уже давно стали главным источником политических новостей. Сейчас Джагур Кукинеш активно обсуждает грядущие перестановки в правительстве. По некоторым данным, после инаугурации президента пост главы кабинета министров займет лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов. Вообще его кандидатура была самой ожидаемой на этот пост. Однако, видимо, сам парламентарий с согласием торопиться не хотел. Исход президентских выборов был непредсказуем. Теперь, когда будущий политический вектор Ясин, лидер парламентских социал-демократов, по словам наблюдателей, задумался о смене кресла. О том, что в СДПК планируют назначить Омуркулова на пост главы правительства, я слышал от знакомых депутатов. Кроме этого, эту информацию мне подтвердили и знакомые в аппарате правительства. Этот вопрос уже решен. Но когда это произойдет, я сказать не могу. Об этом писали и некоторые кыргызские газеты. Чаще всего эти слухи впоследствии подтверждаются. В самом СДПК от официальных подтверждений предпочитают воздерживаться. Депутаты говорят, вопрос по Исею Муркулову не обсуждался. Но то, что правительство ждет серьезная очистка, это факт. Члены коалиции большинства недовольны многими министрами. И больше терпеть их на этих постах народные избранники не намерены. В правительстве будут перестановки. Это коснется министров здравоохранения, МВД, ГСИН. Всего 5-6 человек. Мы договаривались, что до выборов их трогать не будем. Но после инаугурации они будут сменены. Что касается премьер-министра, мы его программу приняли. Только два месяца назад. Скоро будем принимать бюджет. В такое время вряд ли будет меняться премьер-министр. Политологи не исключают, что главные политические игры вокруг кресла премьер-министра начнутся весной. Сейчас команда Сапара-Исакова еще не выполнила возложенную на нее цель. Стать сакральной жертвой после выборного периода. Министрам предстоит взять на себя ответственность за многие промахи. Поэтому пока с ними расставаться скорее всего не будут. Когда это правительство выбрали, я сразу тогда сказал и написал в соцсетях, что эти чиновники будут заложники существующие социально-экономические. Но сейчас мы видим еще и политические ситуации. Я имею в виду то, что выяснение отношений с Казахстаном связано не только с экономикой. Там есть и политические моменты. Поэтому, собственно говоря, я думаю, что на место Сапара-Исакова сейчас, в данный момент, учитывая вот эти проблемы, которые отражаются на социально-экономической ситуации, учитывая то, что сейчас решаются вопросы по кумтору с ледниками, я думаю, что желающих камикадзе на пост премьера вот именно сейчас, в этот период, нет. Я думаю, что правительство будет спокойно работать до конца года. Это мой прогноз. Однако в политическом бомонде будущее правительства могут разыграть по совсем иному сценарию. В Жигуркукинеше, да и в самом СДПК, есть несколько кандидатур, которые могут сменить Сапара-Исакова. И совсем не обязательно, что этим человеком окажется Исао Муркулов. Получить комментарии по этому поводу у самого лидера фракции СДПК не удалось. Сегодня он был недоступен для прессы. Игорь Потанин, Нурбек Капаров, НТС. Жигуркукинеш окончательно одобрил отказ от 100 миллионов долларов от Казахстана. Динансацию соглашения в третьем чтении поддержало большинство присутствующих в зале депутатов. Отметим, при вступлении к Кыргызстанам в Евразийский экономический союз Казахстан обещал оказать техническую помощь на 100 миллионов долларов. Деньги планировалось направить на реализацию мероприятия, предусмотренных дорожными картами по присоединению страны к ЕАЭС, в частности на улучшение таможенной инфраструктуры и приведение в соответствие с требованиями союза санитарных, ветеринарных и фитосанитарных систем. Правительстве нашей страны после ухудшения ситуации на границе заявили, что в помощи Казахстана теперь не нуждаются, и внесли в парламент закон о денонсации соглашения. Почему растет цена на бензин и на сколько хватит запасов топлива? Если нефтитрейдеры говорят, что максимум на один месяц, правительство уверяет, что запасов ГСМ достаточно, чтобы покрыть потребности в ближайшие несколько месяцев. Кто говорит правду, пока не ясно. Согласно информации Ассоциации нефтитрейдеров, бензина хватит на 30 дней, а дистоплива на 20. Торговцы топливом при этом уверяют, что дефицита горючего не будет, поскольку в республику продолжают прибывать партии нефтепродуктов по ранее оформленным вывозным документам, проводятся переговоры с Министерством энергетики России о возобновлении беспошлиных поставок. При этом отметим, в Кыргызстане на автозаправках наблюдается подорожание топлива. За последний месяц стоимость литра бензина выросла примерно на полтора сома. В Ассоциации нефтитрейдеров объяснили, что повышение цен произошло из-за сокращения объемов производства на ряде крупных российских НПЗ. Более того, сообщается, что рост оптовых цен усилился в связи с повышенным спросом со стороны Казахстана, где возникла нехватка дистоплива после сбоя в работе Павлодарского нефтезавода. На этом все. Мы следим за развитием событий. Увидимся в следующих выпусках.